Как всегда, первый день работы форума самый насыщенный и повестка дня обширная. Кроме пленарного заседания с участием премьер-министра страны, масса встреч, подписаний и договоренностей. И важно не проглядеть потенциального инвестора или наиболее масштабный интересный проект. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев познакомил вице-премьера правительства Дмитрия Казака с новыми инициативами Краснодарского края. В Сочи в лидерах курорт представляет 16 проектов. Совсем недавно, неделю назад, было заседание Совета безопасности по региональной политике. И основным докладчиком Матвиенко, город Сочи был назван как одна из пяти точек экономического роста. Центр притяжения всех Сочи. Спасибо. А это здесь, Дмитрий Игоревич, помните, то, что... Надо оправдать будет это. Многие сомневаются, что он точка экономического роста. Пляжи насыпайте, потому что все уже занято. Ну а Сочи привлекательный регион по всем направлениям. Сегодня администрация города и связь «Ресурс Кубань» подписали соглашение, в результате которого начнется строительство единой многофункциональной телекоммуникационной сети связи. Другими словами, оптоволокна, которые позволят обеспечить доступ в интернет и связь во всем городе. Причем во всех районах Сочи, включая и горную, и сельскую местность. Планируется вложение инвестиций порядка 180 миллионов рублей. В этом году уже будет вложено около 30-35 миллионов рублей. Муниципалитет при этом денег затрачивать не будет. Речь сейчас основная с главой Сочи шла о том, чтобы начать именно с поселков отдаленных. Мы, естественно, пойдем навстречу и начнем с Лазаревска и пригорных районах. Также мы будем касаться безопасного города, то есть камеры. Мы в городе Краснодаре являемся операторами 700 плюс 350 еще добавленных камер. Город Сочи также будет включать через нашу сеть свои камеры. А в центре Сочи на Светлане на месте долгостроя построят новый суперсовременный крытый аквапарк с круглогодичным циклом работы. Сегодня принято окончательное решение, которое скреплено подписями. Макет отражает всю перспективу не просто зимнего аквапарка, а крупного развлекательного центра с парковкой и ресторанами. На крыше мы, на террасе, с учетом климатических условий города Сочи, предусмотрели эксплуатированные кровли, также бассейны, лежаки, чтобы люди могли принимать солнечные ванны на разных уровнях, что создает именно ступенчество, какой-то микроклимат, уют и камерность. Мы считаем, что данный комплекс станет притяжательным центром для местных жителей. Еще один аквапарк планируют построить в Сочи парке, который входит в 20 лучших парков Европы. Также планируется подписать соглашение по созданию пешеходной зоны, променад и меритинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта. В него будет вложено порядка 500 миллионов рублей. Реализован он должен быть в срок до 2021 года после проведения берегоукрепительных работ. Этот проект мы одобряем исключительно только по прибрежной части, то есть исключительно по развитию самой набережной. Что касается дальнейшего развития, там на Макете видно, что это многоэтажные жилые дома, могу сказать, что это пока вообще никак не рассматривается, потому что Минстрой Российской Федерации создал рабочую группу, в которую вхожу и я, и в принципе мы провели только одно из заседаний, сегодня будет вторая рабочая группа, но пока там много нерешенных задач и рисков. Чтобы проекты получили свою реализацию, необходимо учитывать мнение нескольких сторон, в том числе и прислушиваться к мнению общественности. Кроме того, город представил 10 мультимедийных презентаций, которым только предстоит найти своего инвестора. Это 5 инвестиционных проектов и 5 инвестиционно привлекательных земельных участков. Эти предложения должны вызвать интерес у представителей различных форм бизнеса, в том числе малого и среднего.